МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутаты окружного собрания готовятся к последней летней сессии, которая состоится 30 июня. Парламентарии готовят ряд социально значимых законов, среди которых поддержка частных детских садов, компенсация арендной платы младшему медицинскому персоналу, поддержка детей-инвалидов. Ликвидировать очередь в детские сады в Наренмаре и обеспечить равные условия получения дошкольного образования. Эти цели преследуют поправки в закон об образовании в Ненецком автономном округе. Они предполагают поддержку частных детских садов в части организации полноценного образовательного процесса. Сейчас у нас есть возможность в действующем законодательстве поддерживать только субсидии на образовательный процесс. Данный законопроект расширяет данную норму, и у нас появляется возможность выдавать субсидии на иное, то есть на все иные расходы, то есть включающие коммунальные услуги, включающие расходы по питанию, то есть организацию полностью полноценного частного детского сада. То есть вот эти условия, то есть равные абсолютно условия с государственными детскими садами. Благодаря окружной поддержке частные детские сады смогут снизить стоимость посещения до уровня государственных учреждений. Сегодня в округе она составляет не более 2000 рублей в месяц. Поддержку окажут и семьям, имеющим детей инвалидов. Им будет разрешено использовать материнский капитал на приобретение средств реабилитации. В Ненинском округе проживают порядка 20 семей, нуждающихся в такой поддержке. Таким образом, семьи, которые попали в такую ситуацию, которые имеют право на получение материнского капитала, смогут быстро решить этот вопрос. Законопроект был сегодня поддержан на заседании комитета, я думаю, он будет принят и на сессии. Ещё один социально направленный законопроект призван создать благоприятные условия работникам здравоохранения. Документом предлагается младшему медицинскому персоналу выплачивать средства на аренду жилья. На сегодня такую выплату получают только врачи и средний медицинский персонал. Сумма составляет от 15 до 20 тысяч рублей в месяц в зависимости от семейного положения. Срок предоставления льготы – до 10 лет. Законопроект выровняет права всех категорий медицинских работников, которые будут получать средства на аренду, но уже в течение пяти лет. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы те люди, которые в течение пяти лет у нас здесь поработали, и уже приняли решение свою жизнь, профессиональную деятельность связать с Ниньским автономным округом. То есть мы здесь им даем что-ли понять, что давайте принимайте решение. У нас есть ипотека, в том числе пятипроцентная. И поэтому, чтобы они определились, и мы хотели, чтобы они работали у нас. Важно отметить, что субсидии, выплачиваемые работникам на прежних условиях, сохраняются в полной мере. День бесплатной юридической помощи пройдет в Наринмаре. Его организует Нинское региональное отделение Ассоциаций юристов России. Мероприятие пройдет 25 июня в формате открытых дверей. В день бесплатной юридической помощи оказывается поддержка в виде правового консультирования, то есть разъясняются нормы законодательства и его применения. Специалисты также могут помочь составить обращения в органы государственной власти и иные документы. В случае, если при первичном консультировании выясняется, что гражданину необходима дальнейшая правовая помощь в виде письменной консультации, составлений документа, представлений интересов в суде и органов власти, он может обратиться в Госюрбюро. Право на бесплатную помощь в Юрбюро имеют граждане из числа категорий, закрепленных окружным законом. Первичную правовую консультацию в рамках дня бесплатной юридической помощи жители округа смогут получить в Госюрбюро, отделе Федеральной службы судебных приставов, приемных депутатов городского совета, клубе поселка Лесозавод, помещении Совета ветеранов поселка Искателей. В округе проверяют безопасность нахождения детей в летних пришкольных лагерях. Лагеря дневного пребывания детей на базе образовательных учреждений округа инспектируют сотрудники Департамента образования, культуры и спорта Ненинского округа и Департамента здравоохранения и социальной защиты. В ходе рейдов проверяют качество медицинского обслуживания и организации питания детей. Особое внимание обращают на работу персонала при сопровождении воспитанников во время их передвижения по городу и выездных мероприятий. Помещения и аудитории, где находятся дети, проверяют на предмет пожарной безопасности, работы аварийных выходов, вентиляции, импературного режима. С воспитанниками пришкольных лагерей проведен обязательный инструктаж по технике безопасности. Проверка летних лагерей в городе уже завершена. Работу площадок на базе сельских школ во время рабочих командировок проверяют представители органов исполнительной власти, правоохранительные органы и уполномоченные по правам ребенка в Ненинском округе. Конечно же, особое внимание мы уделяли организации безопасности детей. То есть, насколько созданы условия безопасного пребывания детей в этих пришкольных лагерях. То есть, смотрела журналы инструктажей детей. Каких-то таких особых замечаний, нарушений не выявлено. Поэтому, в принципе, организация детского летнего отдыха на территории субъекта у нас организована на должном уровне. Мы проводили анкетирование детей всех, где мы были, в пришкольных лагерях. И подавляющее большинство детей отметили очень качественное питание во всех столовых, в которых организовано это питание. Действительно, дети очень довольны качеством питания. Очень много положительных отзывов об организации досуговой деятельности, об организации, вообще о самой программе пребывания в лагерях, потому что говорят, что интересно, познавательно. Всего в июне 2016 года в Ненинском округе открыты 25 лагерей дневного пребывания детей на базе образовательных учреждений региона, в том числе 19 из них расположены в сельской местности. В общей сложности площадки посещают 1489 детей, из них 637 на селе. Продолжительность смены во всех лагерях составляет 21 день. С 1 июля вырастут тарифы на коммунальные услуги. Подорожает отопление, электроэнергия, водоснабжение и водоотведение и розничные цены на твердое топливо. Каким будет рост тарифов для жителей Ненинского округа? С 1 июля 2016 года произойдет рост тарифов на коммунальные услуги. В соответствии с действующим законодательством, тарифы на коммунальные услуги, как и в предыдущие годы, для всех ресурсоснабжающих организаций, установлены с календарной разбивкой на два полугодия. При этом в первом полугодии 2016 года тарифы на коммунальные услуги не могут превышать уровень тарифов, действовавших в декабре 2015 года. Данное ограничение роста тарифов с нового года позволяет сгладить рост расходов граждан, ограничив увеличение тарифов с нового года. Поэтому 1 января тарифы могут быть на уровне декабря или ниже. 1 июля текущего года произойдет рост платежей за теплоэнергию. По предприятию объединенных котельных и тепловых сетей рост составит 5,4% или 2470 рублей. По поселку Искатели тариф Нейнской коммунальной компании также увеличится на 4,2% и составит 2486 рублей. Данные тарифы ниже действовавших на конец прошлого года. Для жилфонда отапливаемого автоматика-сервис тариф утвержден в размере 1529 рублей за 1 гигакалорию. Для городского жилфонда, отапливаемого Нейнской коммунальной компанией, тариф за 1 гигакалорию составит 1588 рублей. Изменения с 1 июля коснутся не только теплоэнергии. В этом же списке электроэнергия, водоснабжение и водоотведение и розничные цены на твердое топливо. Вырастет стоимость на электрическую энергию для населения. Для городского населения тариф Нейнмарской электростанции увеличится на 7,5% и стоимость 1 кВт составит 4 рубля 62 копейки за 1 кВт в час. Для сельского населения тариф устанавливается с коэффициентом 0,7, поэтому для сел тариф за электроэнергию составит 3 рубля 23 копейки за 1 кВт в час. С 1 июля меняются тарифы на водоснабжение для населения в городе Нейнмар. Они вырастут на 9%, на водоотведение 7%. Для проживающих в сельской местности услуги водоснабжения вырастут на 0,6-0,4%. Подрастут розничные цены на твердое топливо. Одна тонна угля для жителей сел составит 2252 рубля, куб дров 1318. Незначительно увеличатся розничные цены для газ. В среднем, в зависимости от категории потребителей, они изменятся на 3-4%. Важно отметить, что оптовая цена Печорнефтегазпрома остается неизменной с 2013 года. Цены меняются за счет услуг по транспортировке газа компании Нейнмарокергаз. Рост платы граждан за коммунальные услуги регулируется и контролируется. Контроль индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги – это основной инструмент ограничения повышения платы. Поэтому тариф, например, на теплоэнергию, не может быть увеличен за один год в два раза. Правительством установлены основы, в соответствии с которым постановлением губернатора Нейнского автономного округа определен максимальный индекс изменения платы гражданина за коммунальные услуги. Для всех муниципальных образований он установлен у нас в едином размере – это 6,7%. Соответственно, у любого гражданина Нейнского автономного округа совокупная плата по коммунальным платежам с 1 июля не может вырасти более чем на 6,7%. Проверить это достаточно просто. Необходимо из вашей платежки за июль месяц суммировать стоимость коммунальных услуг – это вода, канализация, тепло, газ, электроэнергия – и сопоставимых объемах, сопоставить с вашими расходами за декабрь. Сумму июля разделить на сумму декабря, умножить на 100 – вы получите искомый коэффициент. Он не должен превышать установленных 6,7%. Коммунальные тарифы, информация открытая, публикуется, размещается в том числе и в сети интернет. Ознакомиться с установленными тарифами на 2016 год можно и на официальном сайте Управления по государственному регулированию цен тарифов Нейнского округа на портале органов государственной власти. Там же на сайте реализована интерактивная карта текущих и устанавливаемых с 1 июля тарифов для населения, где наглядно по населенным пунктам представлена необходимая информация – достаточно удобный инструмент. Эксперты-академики труда и социальных отношений предлагают заморозить тарифы ЖКХ, поскольку в последнее десятилетие они растут быстрее зарплат. Как посчитали в Академии, за период с 2001 по 2014 годы зарплата россиян выросла в 10,2 раза, а услуги ЖКХ – в 13 раз. Доля расходов россиян на услуги ЖКХ в среднемесячной номинальной заработной плате в течение этих лет варьировалась от 6,1% до 9,1%. За 2015 и 2016 годы зарплаты работников практически не изменились, а в реальном выражении даже уменьшились. При этом тарифы на услуги ЖКХ в прошлом году выросли в среднем по регионам на 8,3%, а введение взносов на капитальный ремонт жилья добавили еще 15%, что привело к повышению нагрузки платежей за услуги ЖКХ на чистую заработную плату, примерно на четверть, посчитали в Академии. Конечно, когда платежи за ЖКХ зашкаливают в домашнем бюджете, государство помогает семье, выделяя специальные субсидии. И когда тарифы растут, а зарплаты нет, увеличиваются расходы государства, точнее региональных бюджетов на субсидии. Сейчас они превышают 300 миллиардов рублей. За десятилетия расходы бюджетов выросли в 9,3 раза. В связи с этим эксперты считают, что нужно заморозить тарифы на услуги ЖКХ, тем самым поддержав потребительский спрос населения, что будет способствовать оживлению экономики. Покорение горных вершин в любом возрасте. Это доказали участницы клуба скандинавской ходьбы. Окружные спортсмены преодолели 112-километровый горный маршрут по республике Адыгея. Делегация из Ненецкого округа отправилась на форум Ладога. Он пройдет на базе пансионата «Восток-6» на берегу Финского залива в пригороде Санкт-Петербурга. Традиционные мероприятия патронирует полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе. В делегацию вошли 14 молодых активистов. Они представляют клубы молодого избирателя Ненецкого округа, патриотическое движение, волонтерские организации региона. Также на форум отправилась супружеская пара боярских вместе с детьми. Они приглашены на форум, поскольку этот год в Ленинградской области объявлен годом семьи. Делегация молодежи примет участие в Дне регионов, которые посетят губернаторы северо-западных субъектов. Главы регионов обсудят с молодежью наиболее актуальные вопросы социально-экономической и общественно-политической жизни Северо-Западного федерального округа и России. 112 километров по горам. Группа спортсменов и любителей скандинавской ходьбы из Ненецкого округа в возрасте от 50 до 88 лет вернулась с трекинговых сборов, которые проходили на территории Республики Адыгеи. Маршрут пролегал по равнинам и горному рельефу Большого Кавказа. О пешем походе расскажет Елена Семеновичева. Мурашки побежали по коже Галины Семеновны, когда она узнала, куда ей предстоит поехать. Ведь еще будучи студенткой, она была направлена в эти места на практику и в течение четырех лет молодая девушка любовалась равнинами и горными рельефами Большого Кавказа. Те яркие моменты ей не забыть никогда. И тут я в такой момент, когда у меня под низом, прям вот ты становишься и уходит ко мне. Я вспомнила тогда, как ребята перескочили, прошли, а мне говорят, стой, мы тебе скажем. Когда им-то видно, что падает оттуда, они быстро идут. Я только на каблучках, в юбке, только встала, и так они закричат, прыгай. Я только прыг, и сзади меня огромный камень падает, и я вся в грязи в этой. Не менее яркие эмоции у ветерана подобных походов Нины Абакшиной. Вместе с членами клуба скандинавской ходьбы она покорила горы Эльбрус, Хибины, Северного Кавказа, Пиренеи и равнины Португалии и Испании по западному побережью Атлантического океана. Самым сложным для неё оказался этот поход. Мы когда решили перейти речку, через которую сказали, что можно просто перешагнуть, в результате, когда мы подошли, там была не речка, а целая река, и дорога была смыта. И мы проходили, помогали друг другу. Я стояла в реке по колено. Другая помощница стояла, принимала их всех, передавали друг другу и переходили через эту буйную реку. Термальные источники, адыгейские танцы и, конечно, море. Каждая поездка продумывается до мелочей. Ну и, конечно, подготовка. Ведь каждый маршрут – это тяжёлое физическое испытание. За восемь дней спортсмены прошли пешком 112 километров, покорили вершину хребта Унако с высотой 1100 метров над уровнем моря, Гуамское ущелье, Хаджухскую теснину, плата Лаганаки, дошли до водопадов на реках Руфабго и Мешоку. Путешествие включало сплавы по горной реке Белое. Это место, где проводятся чемпионаты Европы по рафтингу. Горный маршрут – это всегда подъём, это всегда спуск. То есть девочки всегда покоряют вершины. То есть мы не на фуникулёрах ездим, а именно от ноля, кабиночки между горами, канатная дорога. То есть они у меня от ноля и до вершины. Все участники перехода являются членами клуба скандинавской ходьбы, который объединяет порядка 500 любителей здорового образа жизни Ненецкого округа. Причём из них 200 проживают в сельских населённых пунктах. В настоящее время ходоки готовятся к крупным мероприятиям. 10 июля в округе пройдёт фестиваль скандинавской ходьбы. 10 сентября – пеший переход Тельвиско-Пустозерск в рамках Дня Пустозерска. А в октябре спортсмены проведут марафон, приуроченный ко Дню ходьбы. Также 24 сентября в Наринмаре пройдут первые арктические соревнования по скандинавской ходьбе, на которые собираются приехать нордики из-за рубежа Санкт-Петербурга и Архангельска. На проведение мероприятия клуб выиграл окружной грант в конкурсе некоммерческих организаций. Елена Семёнычева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Последняя хоккейная встреча в этом сезоне состоялась на ледовой арене Дворца спорта «Труд». На лёд вышли два титана ненецкого хоккея. Команды «Полярные волки» и «Пингвины» Дмитрий Марков наблюдал за хоккейными баталиями. Игра между «Полярными волками» и «Пингвинами» была решающей в этом сезоне. Команда «Пингвины» знала, что если выиграют волки, то у них первое место. Поэтому с первых минут игры они как можно чаще всей команды уходили в нападение. Поддержать свою команду пришёл талисман «Пингвинов». Капитан команды «Пингвины» признаётся, что к игре подготовка шла хорошо. Тренировок не пропускали. Команду «Полярные волки» оценивают как довольно сильного соперника. У них очень хорошая защита, во-первых, и очень хороший вратарь. Сегодня пару таких моментов он очень красиво отбил. Но всё же пропустил одну виртуозную шайбу в середине второго периода. Встреча между командами «Пингвины» и «Полярные волки» закончилась со счётом 1-0. Сразу после завершения матча состоялось награждение команд и лучших игроков этого турнира. Так, лучшим нападающим становится игрок команды «Пингвины». Лучшим защитником стал Сергей Паромов, игрок команды «Полярные волки». А лучшим вратарём стала единственная девушка-вратарь в Ненецком автономном округе Юлия Филипова, игрок «Росомах». В этом сезоне пропустила 17 шайб, собирается продолжить свою хоккейную карьеру в большом спорте. Я поступаю в университет имени Ленков, на кафедру теории методики хоккей. Я хочу в большой спорт, дальше продвигаться, может, в женское «Динамо» и так далее. А также вратарём, да? Да, да, да. А пробовали, кроме вратарства, чем вы попадаете в защите? Я когда только в Ледовый пришла, я играла игроком, бегала в защите, но мне как-то я с детства хотела в воротах. Вот вы девушка, да, вот почему именно в хоккей думаете? Сколько лет занимаетесь? Ну, года два занимаюсь. Не знаю, до этого занималась пауэрлифтингом. Мне просто очень нравятся такие командные виды спорта. Вот я решила прийти в хоккей, как-то затянуло, понравилось. С парнями, с мужиками, встановки такие все классные, мне все нравится. После того, как наградили лучших игроков турнира, перешли к награждению команд, занявших призовые места. Так бронзовым призёром стала команда «Росомах». Серебро себе забрала команда «Пингвины» и первое место у команды «Труд». Я считаю, подготовку, наверное, больше всего подготовку. Мы же много тренируемся из-за этого. Ну, может, где-то и опыт у нас, и опыт, и молодость. Одна пятёрка ветераны такие, а другая совсем молодые ребята. После закрытия сезона командам даётся немного времени отдохнуть и приступить к подготовке к следующему сезону. Дмитрий Марков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». На этом пока всё. Увидеть новости вы сможете и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее прогноз погоды. Продолжение следует...